А вопрос-то в чем у вас? О, большой вопрос. Значит так, мне надо все. Счета? Постановление ваше. А в подтверждении? Такие. Все. Какие были? Были. Самое главное еще. И какие есть. Потому что Роспотребнадзор будет разбираться. А вот так хочу. Почему? Потому что вы, если даже ведете на удержание, вы идете без КБК. Понимаете, да, я о чем говорю? А что такое КБК? А это казначейство. Это один к тысяче. То есть вы должны брать деньги. Один к тысяче. Не миллионы, не тысячи, а копейки. Потому что вы тут же пишете 643. А берете по какому? По какому? По признаку рубля, девочки милые. Да. Вы разве не знали этого? Ну вот знаете. Не хочу забивать кинге. А вот зря. Придется скоро. Еще как забивать. Потому что с ПФР завтра встречаюсь. С ними тоже будет разговор. И с судьей будет, и со всеми будет. Никому не поздравить. Я серьезно говорю. Потому что вы обманываете. Я обманываюсь. Да и вы. Вы же отправляетесь без КБК. Ну как? Вы без КБК отправляете. Я никого не обманываюсь. И танцую покажите мне. Вот хочу им оплатить. Вы сидите, компьютер завис. Не могу. Да вы что? Ох, как здорово. Сейчас покажу. Почему в документов нету КБК. То есть перечисления. То есть те перечисления, которые идут вам. Вот смотрите. Видите? Вот. Ну и где тут КБК? Нету. Понимаете? Да я о чем говорю? Это не к нам вопрос. Мы при чем здесь? Почему в Китанции нет КБК? Почему она к нам послала? Почему в Китанции не высвечивается КБК? Почему она с этим вопросом отправила к нам? Перечисления-то идет через КБК. А вы напрямую идете без КБК. Это одно. В какой валюте, подождите, в какой валюте вы перечисляете? В рублях мы перечисляем. В каких? Как понять, в каких? В российских. Напишите мне эту справку, что вы перечисляете в российских рублях. Я никаких справок не выдаю. Так, мне нужна справка, что вы перечисляете в российских рублях. А почему вы не даете? Потому что мы справок никаких не даем. Вы являетесь должником? Это надо узнать еще, кто должник. Кто обманывает, кто сдирает. Я не знаю, почему я должна с вами общаться. Вы кто? Человек. Женщина. Да. Что? Что-то говорит об этом, нет? Ну, давайте мне свой паспорт, я буду с вами общаться. Паспорт РФ. Давайте мне паспорт. Это РФ. И что? А вы не знаете, что такое паспорт? Я человек. Женщина. Вы кто? Паспорт. Я вам еще раз говорю. Паспорт это чей? Это бумага. Это бумага, это не я. Я вот тут. Вот вы никак это не поймете. Понимаете, в чем дело? Я человек, и поэтому... На, пожалуйста. Мне не надо такое. А почему нет? Паспорт. Потому что... Ну, вам... Так вы привыкли уже... Вам уже безразлично. Это я понимаю. Я вас просто спросила, через какой рубль вы пересылаете деньги. Российский. Российский рубль. Да. Вот эту мне и надо бумажку, что да. Мы эти бумажки не выдаем. Банка, ой, это банк. Мы не выдаем эти бумажки. А почему? А потому что вы только сказали. Что вы только сказали? Российский рубль. Так, и что? И билеты банка. Признак руля – это две разные вещи. Вы здесь пишете 643. Где я пишу? Да не вы, я имею в виду, ваша богодельня. То есть, понимаете, в чем дело? Вы показываете. Если мы живем в России, так, естественно, мы в рублях деньги перечислили. А вы знаете, что... А не в долларах. Да не в долларах. Ну, а что? Объясняю. Российский рубль – это банк России. Посмотрите, как написано на этом даже. На нашей налоговой. Я могу вам ответ предоставить. Дальше-то что? Напишу я вам справку. А дальше что с этой? Что вам эта справка даст? Объясняю. Объясняю. Я в пенсионный фонд пойду. У них возьму, потому что я здесь уже взяла. Сбербанки взяла. Сейчас разбираются с этим, с пенсионным фондом, что там идет обворовывание просто. Потому что мы получаем... Вот, девочки милые, вы поймите. Мы получаем пенсию, или деньги не имеют значения, из Минфина в российском рубле. А это? Это. Один тысячи. В общем, смотрите, мужчина пошел. Это вы знаете его. Он уже по всей России. Пошел, заплатил. Заплатить деньги. Две семьсот. Две семьсот. За квартиру, потому что у него свет там отключили или еще что-то. Он приходит в банк. В банк. И просит. Именно вот эти все реквизиты, которые я вам сказала, с КБК. Он пришел с полицейским. Полицейский видит, когда они набирают все цифры, КБК набирается и высудечивается сумма. Какая, как вы думаете, 2 рубля 70 копеек? Почему? Вот поэтому. Потому что идет через КБК. Понимаете? Вот я вас что прошу. Мы вам ничем помочь не можем. Единственное. Мы ничем. Мы не можем как-то там принудить. Да не надо. Мне просто хоть от руки напишите, заверьте, что вы принимаете деньги именно. Мы не принимаем деньги. Потому что выясняется, у них этого нет, номера нет. И поэтому судьи могут... Вернее, эти... Так, сейчас, секунду. Так. Так, специалисты по депозитному счету. Опа-на. Супер. Так, ладно. Потому что вы, когда берете деньги с людей, высчитываете. Вы высчитываете. Мы высчитываем-то за долг, а не просто так. Через КБК высчитайте. И там будет не 2700 и так далее, а 2 рубля 70 копеек. Вам ничем помочь не можем. КБК мы не можем вам вкладывать в эту квитанцию. То есть Сбербанк мне отвечает. Сейчас я вам дам даже прослушать, как они мне ответили. Потому что я когда им позвонила, они мне потом сказали, в отдел заискание, я могу сейчас даже позвонить, по какому делу, какое дело они отправили мое. Вот оно. Я с ними разговаривала конкретно. Они мне сказали, мы отдали коллекторам. Я вам дам послушать. Переступили долг. Хотя, хотя, уже вот с 31-го... В общем, вот когда я позвонила, они мне сказали, претензий нету. На основании чего они 30-го, 11-го, 22-го, то есть, типа того, что они 30-го, 11-го переступили, ну... Перешла... То есть, они еще раз продали, понимаете, да? То есть, если вы не принимаете вот с этим номером этого, ну, моего договора, так сказать, ну, от которого я договор заключила, как бы, да? И они пишут, что я должна... Вы помните, что вам еще в Бердюгиной и в бухгалтерию... Я помню. Просто пикает... Вы посмотрите, пожалуйста. Мне вот этот договор надо все-таки. Найдите мне его. Созвонитесь с кем-то. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...